Стрельбой закончился дорожный конфликт. Во дворе дома на бульваре архитекторов два водителя не смогли разъехаться на узкой дороге. Сначала автолюбители принялись оскорблять друг друга, а затем в ход пошли кулаки, бейсболь набита и даже пистолет. Все подробности у Максима Кабаненко. На первый взгляд это обычная ситуация для городского двора. Две машины, Тойота и Ниссан. Авторы этого видео не могут разъехаться на узкой дороге. По логике один из водителей должен пропустить другого, но уступать никто не хочет. Начинается спор. Вы будете вежливы или что? Назад давай. Если вежливо начали бы разговор, был бы другой разговор. Нет, значит стоять здесь будем. Постоять за вежливость не получилось. Пассажир встречной Тойоты решил проучить принципиального водителя. Он вытащил из багажника биту, видимо, чтобы популярно объяснить, кому здесь нужно уступать дорогу. Но у его противника оказались аргументы не менее серьезные. В ответ раздались выстрелы. Выстрелы. Молодец. Стрелял из травматического пистолета автор этого видео Артур Ниязов. Говорит, хотел отбиться от агрессора, который начал громить его машину. Он сразу начал бить меня битой. Сначала по рукам, а потом куда пришлось. Я начал стрелять. Сделал четыре выстрела, потом пистолет дал осечку, ну и потом мне пришлось руками обороняться. В итоге оба участника конфликта обратились в больницу. Артур Ниязов до сих пор лежит в БСМП-1. У него сотрясение мозга. Битая досталась по голове. У его оппонента травмы не менее серьезные. 30-летнему Амичу врачами поставлен диагноз непроникающее пулевое ранение брюшной полости и ранение правого бедра. В ходе личного досмотра у 40-летнего водителя Ниссана изъят зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет. С места происшествия экспертами-криминалистами изъяты гильзы от травматического пистолета, а также бейсбольная бита. Сейчас по факту данного конфликта проводится проверка. Полицейские устанавливают, не превысил ли стрелявший пределы необходимой самообороны. Только после этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Максим Кабаненко, Елена Зубарева, Анатолий Серов и Артак Мурадян. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.